Комфортная среда в отдельно взятом поселке. О том, как сделать свой район уютным, знают в ТОЗ Захребетный. Благодаря активности местного общественного самоправления в этом году там начались работы по благоустройству. Планы масштабные. Самые отдаленные районы Рейнмара люди облагораживают за счет собственных сил. Подробности у Тимофея Жукова. Процессу благоустройства подошли со всей серьезностью. В прошлом году в районе улицы Мурманской городские власти обустроили детскую площадку. Однако место было выбрано неудачно. Игровые конструкции периодически затапливало. И в июне по инициативе жителей Захребетки детскую площадку перенесли. Детскую площадку в том году поставили вон там, в яме. Она зимой занесла, ее не выкопать. Вот я добился, чтобы сюда принесли ее. Ну вот принесли сюда. А там мы хотим сделать сквер. Он на лето годится, а зимой теперь не нужен здесь. То есть предусматривается установка скамеек? Скамейки, деревья. И вот около пруда, вдоль пруда тоже скамейки хотим сделать. Но это на будущее все. Это перспектива развития нашего микрорайона. Рассчитывать приходится только на свои силы. Впрочем, помощи на Захребетке ни от кого не ждут. Задумали обустроить уютный сквер, облагородить местную достопримечательность, полувековой пруд и посадить живую ель в преддверии Нового года. Сейчас, конечно, планируем здесь сделать скверик, посадить деревья и облагородить пруд. Но это уже, наверное, на следующий год, потому что сил не хватает, денег в администрации нету. Все будем за счет своих средств и помощи людей. Хотим, планируем сюда постоянную елочку посадить, чтобы она была зимой, летом. Уже готовы. Забот у председателя ТОЗ Захребетный хватает. И одна из самых актуальных – проблема по подсыпке. Большинство земельных участков, на которых располагаются дома в микрорайоне, находятся выше уровня проезжей части. И за это весеннее время дорогу подтапливает. И потому она нуждается в регулярной подсыпке. Забот много. У нас береговарение. То же самое, грунтовка, так там еще и топит еще. Вот добиваешься, чтобы хотя бы подсыпали, где топит, чтобы песком подсыпали. У них в администрации 11 лет, денег пока нет. То есть подсыпка не ведется вперед? Пока нет. Они грейдером пройдут, ну а что толку грейдером? Если вода-то придет, так им нужна подсыпка, а не грейдер. В будущее своего района жители Захребетки верят. А потому не жалеют сил на его благоустройство. Тимофей Жуков, Антон Водряков, Телеканал Север.